Народные избранники должны принимать законопроекты, которые будут для людей, а не для олигархов, для бизнесменов и так далее. Раз он избранник народа, он должен помогать народу, решать его насущные проблемы. Для того, чтобы поддерживать справедливость. Продвигать дела народные. Народу нужно заниматься, а не собой. Думать, что нужно для народа. Они должны законы создавать. Чтобы были с народом, чтобы исполняли именно волю народа. На округе номер 6 проживают 11 306 избирателей. Из них 2101 отдали свой голос за Сергея Писаренко. В своей предвыборной программе он обещал. Участвовать в создании конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Способствовать сохранению выплат пенсии в полном объеме, а также выплаты образовавшегося долга. Принимать активное участие в создании законов, обеспечивающих благоприятную работу предприятий и позволяющих создавать новые рабочие места. Законодательно обеспечивать необходимое финансирование здравоохранения в части приобретения современного медицинского оборудования. Создание условий для активных занятий спортом и развития культурных центров для подрастающего поколения. Реформирование системы ЖКХ. Я забыла, уже есть вроде там на стол эта бумага, но я вот эту, забыла вот эту фамилию, вот эту. Нет, забыла. Знаю, и зря ее избрали. Понимаете, твой друг по гаражу. А забыла. Забыла как его. Ой, вот видите, какая память у меня. Забыла. Ну, забыла. Ой, этот самый, я вспомнила, я знаю, вот точка моя знает точно, скажет. На нашем? Нет, не знаем, но он приезжал один раз. Да, вот. Писаренко. Нет, девочки. Не знаю, Верховный. Писаренко. Писаренко? Нет. Ой, а кто? Ой, подождите. Забыла, как его, вот что магазин открыл. Напротив рынка, не споришь его, ой. Ну, короче, забыла. Понятия не имею. Меня это не волнует. Они не хотят на нашей, помогать нам. Писаренко. Саша. Писаренко. Я, знаете, не самая, но у меня его фотография есть, от которого мы голосовали. Писаренко, а второй молодой какой-то парень. На округе. Не знаю, что-то знакомое, но вот не помню точно. Вы меня врасплохо застали. Надо временно вспомнить точно. Писаренко. Сергей Андреевич Писаренко родился 4 марта 1963 года в селе Жура Рыбницкого района. Окончил Бендерский политехнический техникум. В 1982-84 годах проходил срочную службу в ракетных войсках в Белоруссии и Прибалтике. С 1991 по 1996 годы занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. С 2003 года учредитель и генеральный директор ДОО «Фиальтагра». В 2006 году избран депутатом Бендерского городского совета. Член Республиканской партии обновления с 2007 года. В 2010 году избран депутатом Верховного совета 5-го созыва. 29 ноября 2015 года избран депутатом Верховного совета ПМР 6-го созыва. Здесь вот тоже были проблемы. Просили закрыть нас от автовокзала, вот этот вот дом. Потому что как бы все время проходной двор. И люди там и машины свои оставляют, которые никакого отношения не имеют. И вечность. Нет, вот обещать обещали. Все, закончилось. Почаще встречаться с избирателями. Узнать их проблемы. Проблема в первую очередь, чтобы он больше общался с народом. И докладывал, что творится в этом парламенте их. Какие они вопросы поднимаются. Мы просили им краску еще до выбора. Вот зайдите к нам в подъезд и посмотрите. Вот сейчас я иду мыть лестницу. Как сдали дом непокрашенную лестницу, так она и стоит непокрашена. Перед выборами мы ходили и звонили, звонили. Дали нам депутата номер депутата. Для нас главное, чтобы свое обращение или заявление человек не отписку формальную получил, а конкретный ответ, что и когда будет сделано по его вопросу. Мила обещал, да, да, но сейчас, наверное, я уже не смогу. После выборов через две недели вы получите. И по сей день мы получаем. И так как было, грязь, так и нет. Это, что вы все поделали действительно, во дворах, столы и все такое. А так я не встречался как-то. Он нам сделал, вот бабушку, скамеечки. Вот он нам дорогу сделал, мы просто у нас опять разбили ее. То, что мы просим, они нам выполняют. Двери пообещал поставил, скамейки пообещал сделать. Сделал. В детской площадке нет, он даже не появлялся. Если такие будут депутаты, зачем они нам нужны, для чего выбирать народ депутатов? Для того, чтобы они прислушались к народу, наверное. А не так, чтобы сидеть в своем кабинете и все. Но хотелось бы лучшего контакта со всеми слоями населения. Сегодня я и мои помощники собирают наказы от жителей округа. Какие проблемы их волнуют, с какими социальными трудностями они сталкиваются. Мы собираем абсолютно полную информацию. От замен труп в подвале до внесения изменений на законодательном уровне. Это и сейчас, и впоследствии станет для меня руководством к действию, частью моей депутатской программы. Ну как же, он был у нас, все говорил, все мы знаем, голосовали за него. Я уже отношусь так равнодушно ко всему этому. Потому что они очень хорошо бегают к нам до того, как. А потом мы про них забываем. Да я его не вижу ни разу. Основные принципы – не давать обещания, которые не можешь выполнить. Профессионализм, путь к успеху, чуткость, честность, прямота в общении. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. До выборов, да, здесь встреча с избирателем проходила. До выборов один раз видели, а после нет. Да давно не видели. Мы вообще-то его и не видели. Ну, я была у него на приеме. Хороший, приятный человек, неплохой. Приходит, что-то нам помогает. Нет, а когда видели? Мы его и не видели. Так сказали, листовки раздали, да и все. А так, а что он нам сделает? Он уже все, выиграл. Да не видели мы его. Основными принципами моей работы в качестве депутата Верховного Совета станут доступность и открытость. Подробный отчет о проделанной работе можно будет всегда получить в общественной приемной. Видели, я вот подметала, а он ушел. Поздоровался, все как, все в порядке? Да, все в порядке. Не знаю, может быть, он как бы тут с бабушками встречался. Ну, я недели две тому назад видела. Не видела никогда. Я не знаю. До выборов видел, после выборов так. Писаренку видели. Приходил, он и тогда часто ходил. Спасибо ему. И за гостиницу нас вам угощал. Спасибо ему. Да никакой работы, в принципе, и не было произведено. А что он нам обещал? Ничего мы его не видим, ничего мы от него не видели, ничего мы не знаем. Результаты работы, ну, как и всех остальных, наверное, депутатов, никак. Он не отчитывался, во всяком случае, перед нами ни разу. За время работы шестого созыва Сергей Писаренко в соавторстве с другими депутатами разработал шесть законодательных инициатив. А если есть такая возможность помочь дверь установить в подъезд дома? Ну, единственная у нас одна проблема, что машины вот тут ставят, и мы сидим и дышим бензином. Чтобы хоть что-то в подъездах поделали, хотя бы даже мне бы помогли, хотя бы деньгами, краской, вот такой, потому что там действительно очень плохо. Я бы хотела, чтобы нам сделали еще скамейки возле подъезда, или чуть-чуть дальше, пониже, чем повыше. Потому что нет скамеек, и мы сидим в других дворах, и нас каждого двора выгоняют. Чтобы кто-то никого не обижает. Ну, вот у нас сзади проблема, сзади дома проблема. Забор стоит, и никак его не уберут. Хотя говорят, что есть решение, что его нужно убрать. Мы с этим боремся, и никак не приведут нам в порядок. У нас тротуар, от нас и до поликлиники. Поломали, теплоэнерго делали, трассу поломали тракторами, и так ее никто не делает. До сих пор она вся поломанная. Когда идешь в поликлинику, то и дело смотришь, что упадешь. Знаете, как много наказов. Посмотрите на наш дом. Пусть лучи работают. И все будем довольны. Я не буду давать ему наказ, потому что он умный человек, во всем, так сказать, разберется. А вообще надо в городе заниматься городом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова